Квай Ной И считают отель лучшим в Таиланде Следующей лодкой прибыл наш гид А вот и местные слоны И большие умные животные живут здесь неподалеку в деревне Мона Они не сбалованы легким заработком и с удовольствием общаются с туристами Наш гид, красивый улыбчивый юноша Прекрасно владеющий английским языком Потомок некогда могучего королевства Монов Древнейшей цивилизации в Нижней Пирме Моны говорят на своем особом языке Поклоняются многочисленным духам природы и предкам В ходе долгих войн между Таиландом и Пирмой Монские княжества были уничтожены А мечта этого народа о собственном государстве осталась жить Эти гордые люди не смешиваются с другими жителями Азии Сохраняя свои традиции и культуру Здешние великаны сильно отличаются от обычных слонов Настолько они потрясающе человечны И хотя нас Моны предупреждали, чтобы мы были с ними осторожнее Очень хотелось их погладить, потискать и просто с ними поболтать Школа в деревне Монов Что-то среднее между школой и детсадом Очень красивые и любопытные детишки приняли нас тепло и вежливо Старшие с малышами ласково, дружно и терпеливо Что говорит о правильном воспитании с пеленок Кроме основного образования, дети прекрасно танцуют и поют И с удовольствием выступают с национальными танцами на концертах в отеле Дети растут и воспитываются в добром отношении с людьми, природой и животным миром Их окружает первозданная красота джунглей Лишь слегка подправленная и адаптированная для постоянного здесь нахождения Деревня Монов, гармонично описанная джунгля Удивляет своей чистотой и ухоженностью И скорее напоминает дендропарк А так выглядит настоящая мимоза Которая при прикосновении стыдливо свертывает и опускает листочки Поэтому мимозу еще называют «не тронь меня» В деревне Монов, конечно же, стоит покататься на слонах Это совершенно удивительное чувство До этого мы катались на слонах только в Индии Но слоны в джунглях Таиланда совсем другая песня Во-первых, находясь очень высоко над землей Держаться там можно только друг за друга И когда слон топает по джунглям Он имеет способность то внезапно проваливаться вниз половиной туловища С погонщиком за ушами То резко подниматься вверх Словно катаешься на американских горках Еще наш слоник использовал прогулку для своего завтрака Без предупреждения он вдруг поднял хобот И сорвал огромную ветку прямо у нас над головой Чуть нас ею не убит Спасибо нашему одноглазому погонщику Который мигом сообразил что к чему И успел отбросить ее в полете Когда через 20 минут мы вышли из джунгля Наш слон уже дожелывал ее огрызок Но все это пустяки Ведь мы вернулись целыми и очень довольными И с еще большим восторгом кинулись тискать слонов И как не угостить их любимым лакомством Бананам Это удовольствие и для слонов, и для туристов В отличие от цирковых слонов Которые норовят выхватить из рук сразу всю связку Слоны монов тактичны и скромны И благодарят за каждый банан Далее отдохнув у реки Простившись с этим милым местечком И с отелем, разменявшим третий десяток лет Мы двинулись дальше На покорение новых красот От джунгля реки к войной